Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос, хочу сразу сказать, что соглашусь с коллегой Игорем Леонидовичем, который, на мой взгляд, довольно хорошо, правильно, по факту ответил вам на ваш вопрос и, собственно говоря, раскрыл основную суть того, что с вами происходит. Вот. В некоторой степени, наверное, мой ответ будет повторяться, ответ коллеги, ну, может быть, в чем-то, ну, в чем-то, я надеюсь, все же я смогу вам помочь именно под другим углом увидеть ситуацию. Итак, у меня пошла какая-то черная полоса, работу не могу найти. Ага. То есть, черная полоса пошла с того момента, да, когда вы, ну, перестали чувствовать себя так, что вы можете найти работу. Да? Да? То есть, вот вы работу найти не можете, да, и, соответственно, вы перестали чувствовать себя в безопасности. Ну, по этой причине. Из-за этого, да? Из-за чего вы не можете найти работу? Ну, вот, из-за чего, как по-вашему, из-за чего вы не можете найти работу? Что мешает это сделать? Неуверенность в себе, может быть, может быть, страхи какие-то у вас, может быть, недостаток, например, мотивации. То есть, я не вижу смысла в этом, как бы, ну, это вы как бы говорите, что я не вижу смысла в том, чтобы искать работу. То есть, мне не нравится деятельность, которой я занимаюсь, но меня не устраивает, значит, сфера моей деятельности, моей занятости, которая, ну, вот, у меня есть, которая, которая у меня сейчас на руках. И, соответственно, мне не очень хочется этим заниматься, соответственно, и работать я точно, ну, как бы, не хочу искать. Понимаете, да, то есть, если вы не уверены в себе, если вы не уверены в себе, то это один момент, неуверенность в себе. Если вы боитесь чего-то, это другой момент. Если вы не хотите искать работу вообще, ну, то есть, вот, у вас мотивации нет, это третье. Понимаете? Понимаете, да, сколько причин, сколько есть возможностей, сколько есть векторов того, почему с вами произошло именно вот так. То есть, вот, то есть, объяснений и возможных направлений работы с вами. Дальше, дальше. Следующий момент. Вы говорите, что я не могу найти работу. Из-за этого у меня пошла черная полоса. Но почему вы связываете черную полосу, и что ли вообще такое для вас, черная полоса, только с работой? Почему? Почему только в ней дело? А, как бы, помимо работы еще есть, ну, что ли, или вы уделяете большое значение именно работе? Если да, то из-за чего? Почему она для вас так важна? Что она вам дает? Работа. И, как бы, ну, если вы, если вам она нужна для того, чтобы, например, как-то реализовываться, то я думаю, что вы бы ее уже давно начали. И, если вы не можете ее найти, значит, может быть, дело здесь немного в другом. Может быть, дело здесь в безопасности, в средствах, например, ну, для достижения цели ваших, вот, для достижения ваших каких-то задач, для решения задач. Понимаете, да? Это такая штука. То есть, работа имеет для вас значение. И вот было бы здорово, было бы здорово, если бы это значение вы бы донесли до нас. То есть, что это за значение? Почему оно такое и именно такое у вас вот как есть? С чем оно связано? И так далее. Какое желание призвано обеспечить работу вашу вам? И вообще говоря, а зачем работа, если у молодой человек есть? Так. Дальше. И вообще, как бы ни пыталась, пыталась что? Парень, кажется, уже разлюбил меня. Кажется, относится к работе. Ага, значит, разлюбил меня, нет никаких чувств. Кажется, он изменяет. Значит, между вами есть какие-то конфликты, между вами есть какая-то неудовлетворенность, между вами есть какие-то недомовки, недосказанности, между вами есть потери доверия. Опять же, связано это с тем, что, возможно, вы, переживая из-за того, что не можете найти работу, переживая из-за того, что не можете добиться того, чего хотите, вы, вы это проектируете на молодого человека, на своего молодого человека, и он, этот самый молодой человек, не хочет вам давать того, что вам нужно, не хочет вам как-то, ну, реализовывать то, что нужно вам. И из-за этого вам кажется, что он вас разлюбил. Потому что он не хочет быть для вас, например, спасательным кругом, да, он не дает вам того, что нужно. И тут, на самом деле, правильно сказал вам мой коллега, опять же, то, что вам самой чего-то не хватает, да, и вы пытаетесь это реализовать именно через вашего молодого человека, вот. Ну, а он как бы этого не делает, вам, он этого вам не дает, и, соответственно, именно по этой причине вы, так вот, вам кажется, что он вам изменяет. Вот, кроме того, кроме того, если изменяет, то почему? Значит, несчастлив. А если несчастлив, то почему? Значит, вы не делаете его счастливым, ну, до конца. Если вы не делаете его счастливым до конца, ну, соответственно, подумайте, вместо того, чтобы его ревновать, вместо того, чтобы его подозревать, вместо того, чтобы требовать от него, там, любви, требовать от него, там, каких-то чувств и так далее, то вот, может быть, лучше будет, если вы сами ему будете давать это, если вы любите его. Понимаете, если вы его любите, если вам хочется, чтобы он был счастлив, а вы ведете себя пока что как человек, который не то, чтобы счастья хочет своему партнеру, а скорее как тот, что хочет что-то для себя получить. Ну, а что делать, если молодой человек не хочет вам этого давать? Это его право или нет? Далее, если он вам изменяет, значит, вы не уверены в себе. Вопрос в том, опять же, в чем именно вы в себе не уверены, это первое. Второе, можно говорить о том, что если вы ревнуете к нему, значит, вы боитесь отца заодно, а если вы боитесь остаться одна, значит, вы себя не принимаете такой, какая вы есть. Вот вам и проблема. Вы не принимаете себя такой, какая вы есть. И хотите, чтобы, ну, вероятно, другой человек вас принял именно такой, вот не принимающий себя. А как другой человек может, ну, принять вас, если вы себя не принимаете? Он же вам не мама, да, которая будет вас в любом случае принимать. Он не мама, поэтому он и не принимает. и это его право на самом деле. Это его право вас не принимать. Вам нужно подумать, что вы значите без него. Вот где вы в этой ситуации? Где ваши ценности, ваши взгляды, ваши идеалы? Ваши ценности, ваши задачи? Именно ваши, только ваши. Да, да. Значит, какие-то перемены в жизни пошли и плохо постоянно страдаю, кажется, может, у меня поршина. Нет, вот опять же, с точки зрения психологии, вам мой коллега правильно сказал, что вы пытаетесь избежать и пытаетесь перебросить ответственность. Это такая детская позиция. То есть, если со мной что-то происходит плохое, и я не понимаю, что это, я не понимаю, почему это происходит, то я думаю сразу, что это порча. Я не хочу брать ответственность на себя, на свои проблемы. Вот. И при таком подходе нет ничего удивительного, что молодой человек к вам относится ну, несколько негативно, потому что ему кажется сейчас, что он живет с ребенком. Ну, или встречается с ребенком, не с взрослым человеком, а с ребенком. И поэтому он от вас отдаляется. То есть, дело здесь не в измене дело, а именно вот в этом. И вам нужно думать не об измене, а о том, как на себя ответственность взять за свои проблемы. И наконец-таки брать контроль над своей жизнью, не искать того, на кого бы вы могли переложить ответственность, не искать того, что, ну, того способа, да, что если что-то сделать, и даже все-таки хорошо не станет. Не станет. Даже если на вас порция, даже если она есть, и вам ее уберут, то все равно вы лучше привыкли так жить в этой вот ситуации, в этом состоянии. И вы будете в этом состоянии жить, пока вы не возьмете на себя ответственность и не будете действовать. Именно действовать для того, чтобы ну, чтобы получить то, что вы хотите сами самостоятельно. Не через там молодого человека, не через борщу и так далее. Нет. Именно самостоятельно своим контролем над собой. Чего я хочу, чего я по-настоящему хочу, что мне нужно, что я могу сделать для этого здесь и сейчас. Вот из этого исходите. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. желаю вам всего самого доброго и удачи. До новых встреч.